Шабату Тиши Биаф Они отодвигаются Постятся на день позже Или как вот сейчас Сом Гидалия Пост Гидалия Он должен был по идее Будь Шабат Третьего Тиши Сразу после Рожошона Но поскольку Третьего Тиши Будь Шабата Поэтому он отодвинулся Еще на один день Обычно посты у нас Отодвигаются Не делаются раньше А делаются позже На нужные даты Если они выпадают на Шабат За исключением Поста Эстер Который Делается всегда До Пурима Поэтому он не отодвигается Если он выпадает на Шабат А делается раньше Поскольку перед Пуримом Эстер И вообще все постились Перед войной с Амалеком Поэтому пост передвигается Упреждается Они делаются позже Пост Ем Кипр Единственный пост Который постятся В том числе в Шабат И в этот раз Ем Кипр Хали Шабас Ем Кипр выпадает на Шабат В принципе Особой разницы Между Ем Кипром Шабат и Ем Кипром В обычный день нет За исключением одной вещи Что не говорится Молитва Авину Малкену За исключением Наилы Все остальные Филот не говорит Молитва Авину Малкену Поэтому ее разбирать Не будем В этот раз Она говорится Только один раз Наилу Когда Шабат Фактически уже кончается Все остальное Шабат и Ем Кипр И просто Шабат Одинаково Еще одно отличие Которое может быть Для человека Который болен И Хаяф Обязан кушать Ем Кипр Болен так Что у него есть Опасность для жизни И он обязан Нарушать Ем Кипр То в этом случае Он должен сделать Кедуш И кедуш Который делается Ем Кипр Включает в себя Шабат Здесь нужно делать Ставку на Шабат И Берхадамазон Если ему приходится Есть столько Что ему надо Говорить Берхадамазон То он должен Молять Берхадамазон Делать ставку на Шабат Больше для обычных людей Здоровых людей Разницы между Ем Кипром В этом году И в любом другом году Фактически нету Поэтому останавливаться На этом особенно не надо Поскольку в прошлом году И здесь у вас Описаны И с лекцией Вы можете посмотреть Мы достаточно подробно Разобрали Ем Кипр И я расскажу О нескольких новых Миньонем Новых моментах Которые мне кажется Важным отметить Ем Кипр Первое Это Элиф Ем Кипр Канун Ем Кипра Что у нас Происходит В канун Ем Кипра В канун Ем Кипра Мы делаем В принципе Слихот Который мы молимся Мы молимся Слихос Уже Начиная За несколько дней До Рожашоны И сейчас Продолжаем Продолжаем Молиться В Те же самые Слихот Даже немножечко Дольше И мы добавляем В Слихот Еще одну Слиху Которую мы говорим После этого Есть Минхак Не знаю Откуда взят Минхак Есть какой-то Минхак Обычай Который у нас Существует Не у нас В Хабаде В некоторых местах Хабада Не молится Слихот После Рожашоны Я не знаю Откуда взят Этот Минхак Обычно Во всех Нус Хаот Слихот Который отпечатан В том числе Нус и Харизаль Слихот Который между Рожашон и Мкипра Они больше Чем слихот Который до Рожашоны Соответственно Начинает минут на пять Раньше молиться Слихот Мы можем молиться Слихот Мы можем молиться Начиная с Хацут Лайла Начиная с полуночи Сейчас вот в Израиле Например Перевели время Поэтому самое раннее Время Когда можно молиться Слихот Это 11.30 Ночи И молиться Слихот Утром Желательно До восхода солнца Поскольку это Достаточно тяжело И потом человек Целый день спит Если он встает В 4 часа утра То поэтому Многие молятся Слихот После захода Чуть-чуть раньше Встают И так продолжается До Эрифьем Кипра В Эрифьем Кипра Слихот сокращенный Накануне Эрифьем Кипра Слихот очень маленький Поскольку Эрифьем Кипур Это праздник И обычная молиться Слихот Там очень короткий Слихот На 10 минут Буквально максимум После этого Молится Обычный шахрис Без Тахнуна Тахнун не молится Поскольку это Праздничный день И после этого Делается Или до этого Это зависит Вообще В течение Всех 10 дней Можно делать Выполнить Минхак Обычий Который есть В Эрифьем Кипра Его можно делать Начиная с сегодняшнего дня В любой день Но обычно Стараются делать Перед самым Эрифьем Кипра Обычий Который называется Копорос Давайте скажем Просто несколько слов Не то что я могу Так подробно осветить Это обычаи О шков Мировоззрения И так далее Это минхак Обычий Который связан с тем Что берутся Женщина берет курицу Мужчина берет петуха Петуха Курица проводят Три раза над головой Вот так вот вертится И говорят Одну секундочку Меня спрашивают Что после слихот На пост гидали Читается слихот На дни Один, два, три, четыре До Эм Кипра Совершенно верно Слихот там так и разбит Слихот на первый день Шува На второй день Изусраемый Шува И так далее И там ровно То количество слихот Которые совпадают Так что Последний из них Эрифьем Кипра В отличие от Рожешона Когда Рожешона И так далее Когда могут быть Час слихот читается Час не читается Поскольку они могут Начаться на неделю раньше И на неделю позже В зависимости от одного В какой день Рожешона Если Рожешона был Со среды и дальше Среда вечера и дальше Как вот в этот раз у нас То Слихот Начинается В Йомрешон В воскресенье До Рожешона Если же Рожешона В понедельник Вторник То в таком случае Читается Слихот Начинает На неделю раньше Поэтому Слихот Больше Количества В Между Рожешоном Кипром Всегда одинаковое Количество дней Поэтому все Слихот Вот так вот Подряд Надо читать Без Каких-либо Сложностей Есть правда Обычаи Которые В зависимости от Синагоги В которой молятся Есть обычаи Связанные С определенными Ионами Бакабола Когда меняется День В некоторой Йомшини Читается Другой Слихот Чем Написано В книге Слихот Связано Что Йомшини Это больше Медад Один Поэтому Определенные Слихос Которые Написаны В Йомшлиши Иногда Читаются В Йомшини Это зависит От года И от Синагоги В которой Молятся Ну Бапаштус Надо читать Подряд Все Слихот Так Они написаны В зависимости Синагоги В которой Молятся Есть Два Минхага Слихот Минхаг Полин И Минхаг Лита В зависимости Синагоги В которой Молятся Читают Эти Слихот Так вот Вернемся Сейчас Капорос Капорос Можно делать Внутри Всех Десяти Дней Чува То есть Начиная С сегодняшнего Дня И Баекар Делается Капорос В Эрев Йом Кипр Прямо Идеальное Время Капорос До восхода Солнца До слихот Еще Читается Капорос Где-то В 4 часа Утро Читается Небольшой Отрывок Люди Которые Сидят В темноте И в тьме Асари Они Варзель Те Которые Заключены В бедности И в железо И так далее Они будут Переводить Вес Кусочек Считается Этот кусочек После чего Берется Курица Или петух И вращается Три раза Над головой И если Делаешь Только себе Одному Человеку Самому себе То считается Зе Халифати Зе Мурати Это будет Вместо меня И этот Тернеголь Который Вместо меня Этот Петух Который Вместо меня Он идет На смерть А я Войду И приду К хорошей жизни Длинной И к миру Если же Это делает Женщина То она считает Не Тернеголь А Тернеголь Читает над собой Если человек Вертит Над кем-то То он говорит Зе Халифатей Это твой Твой обмен За тебя Если Вращает Над всеми Включая себя Над всей семьей То говорят Зе Халифатей Ну И так же Говорит беременная Женщина Которая вращает Над собой И петуха И курица И Этот обычай Который существует Очень давно Альпикабола Это должна быть Именно курица Или петух После чего Делается шхит И после этого Курица и петух Идут Отдается В сдоку Для того Чтобы их ели Бедники Вот Но поскольку Это сопряжено С некоторыми трудностями То во многих Литовских общинах Это во-первых Связано с тем Что это Целая тирха Это целая трудность Во-первых Не всякий бедняк Хочет сегодня Взять петуха Ощипывать его И так далее И дать его Накануне И у Кипра Это целая морока А во-вторых Во-вторых Это связано С тем Что Есть некая опасность Для человека Это будет выглядеть Как приношение Жертвы Снаружи Не в храме Что человек Который это делает Не всегда Эти люди грамотные Они могут подумать Сравнить Это с жертвой И так далее И получается Кшаш Сакана Опасность Того Что человек Приносит Жертву Быхуд Снаружи Не в храме Поскольку делать это Казиорически Нельзя Есть такая опасность То в некоторых Литовских общинах Есть обычай Что делают Не на птицу Не на тернеголе Или тернеголота А на деньги Берут деньги И тогда соответственно Считается Другой отрывок Считается Зэ халифати Зэ тмурати Это вместо меня Это моя копора Это мой выкуп Но вместо Зэ тарнеголе И лэх лэмита Поскольку тернеголя Здесь нет И он не идет на мита Этот петух Который идет на смерть Вместо этого Мы считаем Зэ вам он Илхулыцдока А дальше Все продолжается То же самое Я войду В хаим тавим Рухим и лэшолом Хорошей длинной жизни В мир После этого Эти деньги Надо В эриф Йомкипур До Йомкипура Лизакот лани Можно отдать Беднякам Можно Не всегда Это удобно Отдать беднякам В то же самое время Можно положить Это в зочницу В которой Литковен Что зочница Копилка Покупает Эти деньги Для того-то И того-то Для того чтобы Уже В эриф Йомкипур Решить Кому ты Даешь эти деньги На какую именно Здоку она идет В Израиле В синагогах Стоят много-много Здочниц И очень несложно Опустить туда И кроме этого Есть много людей Которых Собирают Здоку Есть к сожалению Много людей Нуждающихся И много Ишивот И много Синагог И так далее Много Иргуним Различных Религиозных Которые Собирают деньги В эриф Йомкипур Собираются Очень большие деньги И понятно Что есть Большая миссия В этой Копове В этом Минхаге Копорос Но кроме того Что отдаются Деньги На Копорот Кроме этого Принято В эриф Йомкипур Давать Здоку Поскольку Одна из вещей Которые мы молились Еще в Рожа Шон И будем повторять Во время К души Это молится В Рожа Шон В Йомкипур Что Чува Отфила Отздока Маверим Отрае Экзера Чува Это раскаяние Возвращение К души О ней мы говорить Сегодня не будем Хотя это Икар Йомкипур Но мы говорили В прошлой Перед прошлым Йомкипур На эту тему Чува После этого Чува Отфила Отздока Молитва Идзока Это то Что Маверим Этрае Экзера Это то Что убирает От меня Нехороший Экзерот Плохий Экзерот Которые Которые Бургу Собирался Послать Таким образом Левател Экзерот Экзерот Их могу Тздокой Чувой Итфилой Меня просят Повторить Фразу Зэм Амон Илэх Летздока Эти деньги Пойдут На Тздоку Илху Летздока Ваани Иканес Илэх И так далее Дальше написано Лахаим Твим Раким Лешол А я пойду Хаим Лахим Если это Трудно сказать На иврите Эта фраза Можно сказать На русском языке Что эти деньги Пойдут В Тздоку А я Войду И пойду К хорошей Длинной Жизни И к миру Можно сказать На иврите Зэм Амон Илху Летздока Тов Или Лех Летздока Зависит от количества День Множественное число Единственное Окей Дерих Агаф Можно Положить чек И делать чеком Капорос Точно так же Как деньгами Но это мингаг довольно важный И кроме того Что Капорос Делается обычно Дается еще просто Дздока Обычная Дздока В Эрифьем Кипр Поскольку мы только что Сказали Что Тшуа Тфилу Дздока Тшуа Молитва И Дздока Они убирают Плохие Кзерот Количество денег Которое дается на Капорос Поскольку Икор Капорос Суть Капороса Это петух Или курица И по идее Капорос надо сделать Именно курицей Или петухом Поскольку мы Мы не всегда можем это сделать И не всегда хотим это сделать Мы хотим это сделать Деньгами Поэтому Количество денег На каждого человека Должно примерно стоить Стоимость кошерной курицы Которая покупается Я не знаю точно Сегодняшнюю цену На курицу Но грубо Это 20-25 шекелей Наверное Курица Килограмм 20-20 шекелей В Израиле Я не знаю сколько В других странах Вот Но грубо говоря В Израиле Соответственно Это максимум 30 шекелей На человека Это максимальное количество Капорос Понятно Что если это тяжело И так далее То как всегда Минимальный размер Здоки Это прута Всегда можно Надать пруту И выполнить Этим Митсус Таки Двинемся дальше В принципе Капорос Можно делать Я еще раз повторяю Что можно делать Любое время До Йомкипура Начиная с сейчас Или даже раньше В любое время Из 10 дней Чува Вполне годится Это время на Капорос Поэтому Надо выбрать Наиболее удобное время Поскольку я Например Делать Капорос Стараюсь Тогда Когда все мои дети Уже проснулись И жена И дети И так далее Чтобы мы сделали Капорос Одновременно Для всей семьи Иногда правда Когда у меня не хватает Терпения Я делаю это сам Рано утром А потом Когда уже все Включая маленьких Встают То потом я делаю Уже отдельно На них всех То Можно подождать Пока все проснутся Все встанут И сделать Капорос Одновременно На всех Для того Чтобы выполнить Этот Минга Детям обычно Очень нравится Но понятно Что этот Минга Не является Таким самым Основным Минхагом Элиф Емкипора Что еще У нас есть В Элиф Емкипор Из Минагим Который у нас есть Поскольку мы знаем Что Емкипор У него есть Свойства Вместе с Шуэй А по некоторым Мнаголоху Это мнение не идет Но все Вменье Есть мнение Раби Что даже без Шуэ Емкипор Мехапэр Аль-Коля Вейрод Емкипор Искупает нас За все Аверот По мнению Рабона Только вместе с Шуэем Кипр Скопляется За все Аверот То есть Одно Маленькое но Аверот делится В данном случае На две группы Аверот Банадам Лохаверо Аверот Банадам Ломаком Аверот Который между Человеками Всевышний И Аверот Между Человеками Человеком Те Аверот Которые связаны Между двумя Тремя Четырьмя людьми Аверот Когда я обидел Кого-то из евреев То в этом случае Эта Авера Не искупляется С помощью Чувы И Кипром До тех пор Пока я не попросил Прощения На самом деле Пока меня не простили Но Сделать так Что меня простили Это не всегда Так легко Надо попросить Прощения И в принципе В Галахе написано Во всех книжках Что еврею Которого просят Прощения Он должен постараться Простить Сообщить о том Что он прощает Не быть злопамятным И так далее И так далее И в случае Если он прощает То его тоже прощает Ниша Ломакпит Ломакпидималам Тот кто сам Не Макпид на другого человека На него Не Макпид Всевышний Поэтому Один из обычаев Эрифа Йомкипра Дериха Гафа Это тоже Не обязательно делать Именно в Эрифе Йомкипра Это можно сделать За несколько дней До этого Скажем так Обычие Осраемые Чува Это попросить Прощения Между Человеком И человеком Если я знаю Что я кого-то Обидел То мне надо Найти время Возможности Нусых И так далее И попытаться Лифаесово До начала Йомкипра В случае Если этого Не сделано То эту Авеяровода Йомкипр Не смывает Швила Работает ли Йомкипр В этом случае На остальные Авеяроты Это тоже Непонятно Даже если Сделано Чува В случае Если сделать По каким-то Причинам Попросить Прощения Нереально Самому То можно Это сделать Через посланника И Это довольно Важный Минхак Поэтому Это делается Сейчас Уже Начинают Люди Просить Прощения Друг у друга И стараются Чтобы это было Как можно Более искренне Действительно Не возвращаться К тем Аверот Которые Были раньше И стараются Прощать Друг друга Как можно Более искренне Простить Это очень Сложный Момент Я не хочу Долго На нем Остановиться Останавливаться Одна минута Все таки Когда-то Еще В Ленинграде В 80-е годы На одном из уроков Один из приезжих Рабуни Объяснял Что такое Простить Он привел Пример Из Хумаша Пример Который Мне тогда Понравился Пример Который Говорит О том Что Когда Приехал Иаков Со своими Сыновьями В Египет Пришел К Юсефу И так далее То после Смерти Иакова Братья Иосефа Волновались Раша Пишет Прямо В Хумаше Что когда Они возвращались В похороны Иакова Они проходили Тот колодец Куда брошен Был Иосеф Иосеф Пошел К колодцу Для того Чтобы сказать Броху Благодарить Всевышнего За те чудеса Которые Он сделал Ему в этом месте Но естественно Братья об этом Не знали И они решили Что Юсеф Вспомнил О том Что с ним Произошло И сейчас Будет мстить Сейчас будет мстить Братьям За то Что они Продали его В Египет Бросили его В колодец И так далее Иосеф Им ответил О том Что Раша Приводит От Медра Что если Десять Свящей Не могли Погасить Свящ Одну Свящу То тем более Одна свящая Может погасить Чтобы они Не волновались Он им не будет мстить Обратил внимание Вот тот Рафа Рафа Велкон Который Давал этот урок Я помню Что он обратил Внимание На то Что нигде Не сказано Что Юсеф Простил Братьев Нигде Не написан Мефураж Что Юсеф Простил Братьев И сказал Ребята Не волнуйтесь Я вас прощаю Почему Это не написано Это не написано Потому что Юсеф БМ Этых Не простил Это довольно Трудно простить Его пытались убить И сказать Что я прощаю Он не мог Потому что Это неправда А простить У него не получалось Что такое Простить Лесло Лимхоль Это означает Что люди возвращаются К ситуации Которая была До того Инцидента Который Произошел Между ними Как будто бы Этого инцидента Не было Полностью Он стерт Это очень тяжелая Работа И дойти До такого прощения Я не знаю Возможно Безусловно И Из моей Практики Это действительно Возможно Но это очень Нелегко Это не всегда Получается Поэтому Тем не менее Человек Который Не может Полностью Простить Он должен Хотя бы До какого То уровня Выйти Постараться Чтобы этого Не было Но тем не менее Человек Который просит Прощения Человек Который Говорит Что я прощаю Для того Чтобы он был Искренний Он должен Простить Так Как будто бы Инцидента Между ними Не было Спрашивает Кто-то Может Если Средства Сдоки Собранные В Юнки Используют На строительство Синагоги Можно Маргалит Катреви Что написано Маргалит Маргалит Меня спросила Можно ли Средства Сдоки Собранные Юнки Используют На строительство Синагоги Вопрос Здесь Более Полный Вопрос По поводу Сдоки Сдока Икор Сдоки Это для Нуждающихся Евреев Существует Вопрос Можно ли Использовать Сдоку В царке Митсу Для В принципе На эту Тему Есть Махлокис Синагог Принято Использовать Любые Средства Сдоки Что можно Использовать Не только Для Аниим Не только Для Бедняков Но и Для Царки Митсу Поскольку Мы посмотрим Что это Можно Сделать То можно И для Строительства Синагоги Тоже Безусловно Здесь важны Некоторые Детали Если Есть В районе 10 Синагог И кто-то Хочет Построить Один Синагогу Нужды В которой Собственно Говоря Нет Просто Он хочет Построить Синагогу В честь Своего Дедушки Или Папы Или Мамы Или Жены Или Мужа Которые Умерли Такое Делается Я не просто Так Говорю В Израиле Таких Синагог Довольно Много И особой Нужды В этой Синагоге Нет Она Вроде Как Будет Использоваться Но Без Нее Тоже Хорошо То Безусловно Есть Что Средства Сдоки Собранные В Инкипор Можно Строить На строительство Синагоги Безусловно Но Здесь Есть Вопрос Дополнительный Который Не был Спрошен Я на него Отвечаю Сам Его Задаю Существует Седра Дифу Йот Порядок В каком Порядке Распределение Сдоки Более Важно Поскольку В принципе Если Речь идет О мультимиллиардере Габайт Сдоки И так далее Который Может дать На все Что угодно Сдоку То Галаха Написано В Геморе Довольно Ясно Мы должны Дать Сдоку Любому Человеку Который Его Просит В зависимости От его Потребности Если У нас Есть Полуразорившийся Человек Которого Раньше Был Мингак Обычай Что Когда он Едет В карете Запряженной Десятком Лошадей То Перед ним Бегут Люди С факелами В руках То Я Так как Габайт Сдок Если Сегодня У него Нет Возможности Нанять Людей Которые Будут Бежать Перед ним С факелами В руках Должен На деньги Сдок И Нанять Людей Которые Будут Бежать Перед Каретой С факелами В руках Поскольку Он Привык К этому Состоянию Поэтому Сдок Можно И Нужно Использовать На Такие Вещи Которые Которые Человек Привык Но Как мне Кажется Довар Пашут Как мне Кажется Простая Вещь Что Все Это В случае Если У меня Есть Безразмерное Количество Сдоки И Я могу Использовать На все Необходимые Нужны Но Вполне Очевидно Что Если У меня Есть Возможность Использовать 20 Тысяч Долларов На То Чтобы Нанять Людей Которые Будут Бежать С факелами В руках Около Какой Кареты Полуразорившегося Человек Которого Осталось Там 200 Миллионов Но Раньше У него было 200 Миллиардов А теперь 200 Миллионов И он По этому Поводу Очень Стесняется Что Перед Ним Кто-то Не Бежит С факелами Я могу Ему Дать Эти 20 Тысяч Долларов И он Наймет Факелы И могу Дать На стипендию Аврехим У которых Сегодня Нет Не только На факелы Правда Они никогда С факелами Не бегали Но У них Нет Не только На факелы Но На курицу На субботу То Мне кажется Что Седра Дефой Порядок Важности Здесь Достаточно Важен Я знаю Что Во многих Местах Бывшего Советского Союза СНГ Например Сегодня Строятся Синагоги И так далее В том месте Где Не только Миньяны Но есть Единственный Верующий Человек Он Равином Работает Засланный Из Израиля Больше Там Верующих Людей Нет И Не Предвидится В ближайшее Время Боизра Дашим Конечно Все Когда-то Сделают Шув И так далее Здесь Возникает Вопрос Какой Седра Дефой Я вам Советую По поводу Седра Дефой Посоветоваться С компетентным Человеком На что Лучше Давать Сдоху На синагогу В которой Никогда Никто Не придет Или на синагогу В которой Будет Бассейн Спортзал Гимнастический И так далее Или же Это дать Действительно Нуждающимся Людям Своего Города Или Города Иерусалима Здесь Возможны Варианты Существует Махлокис Спор Говорится Аниерех Акадмим Бедняки Твоего Города Они В первую В очередь С одной С другой С другой С мнение Что бедняки Рисуссро Или бедняки Иерушалаем Акадмим И так далее И в таком Существует Много Много Вариантов Куда лучше Дать Сдоку Но В целом Водайший Человек Который Дал Сдоку Капороса Или Любую Другую На строительстве Синагоги Он Безусловно Выполнил Миссу Безусловно Седра Дифует Что более Важно Это Очень Зависит От многих Ситуация Специально Привел Несколько Крайних Ситуаций Понятно Что истина Как всегда Посередине Но надо Знать О чем Идет Речь Окей Двигаемся Дальше Итак Мы остановились На Сдоке Иньян Капороса И что мы еще Обсудили Я уже забыл За это время Куда идут Деньги Окей Двигаемся Дальше Мы сказали Еще Что нужно Обязательно Попросить Прощения И в связи с тем Что есть Обычие Просить Прощения У человека Которого Ты обидел И я повторю Еще раз Что когда мы Говорим Да я тебя Прощаю То это Прощение Должно Человек Хотя бы Постараться Должен Сделать Так Чтобы Прощение Было Полным Прощением То есть Он не просто Так сказал Что я тебя Прощаю А сам Думал Я с тобой Не разговаривал И не буду Разговаривать Он должен Постараться Вернуться В ту Ситуацию Которая Была До того Как между ними Произошел Индент Это очень Трудно Я повторяю Что про СФ Ни разу Не сказано Что СФ Простил Своих Братьев Поскольку Одно Из объяснений Говорит О том Что он Дойти до такого уровня Сделать Так Чтобы между ними Как будто бы Ничего не произошло Этого не было Это не всегда возможно Это не так легко Они хотели его убить Бросали к змеям К скорпионам И так далее После этого Продали в рабство 21 лет Он был оторван От семьи В рабстве И так далее Поэтому Он спас весь Еврейский народ Он очень хорошо Относился к братьям Но это Адай Не называлось Это все еще Не называлось Что он их простил В связи с тем Что Отношение Банадам Отношение Между человеком И своим ближним Это очень трудная Система отношений То в связи с этим Мы боимся Всегда Что мы обиделись Кого-то Не заметив этого Или даже заметив Но уже забыли На эту тему Что-либо Поэтому принято Просить прощения И перед Рожешенной И перед Кипром Не только У человека Которого я знаю Что я смертельно Обидел Но принято Просить прощения У человека Которого я даже Не знаю Обидел я или нет Просто друг у друга Просить прощения Поскольку трудно Общаться Какое-то время И не сделать Никакой Обиды Друг другу Я вижу Что мне еще Несколько вопросов Появилось Два Но мы можем Чуть позже Их обсудить А нет Это не вопрос Это наоборот Благодарны за ответ Окей Тогда я двигаюсь дальше Я думал Что Мне надо еще Какой-то вопрос Освятить В принципе Задавайте вопросы Потому что Вопросы здесь Не могут не возникать Окей Мы двигаемся дальше Существует Я не знаю Как это точно назвать Поскольку Не то что я не знаю Есть большой махлокис На тему того Что такое виды Мне кажется Что на тему виды Я говорил в прошлом году Поэтому я не буду Останавливаться на нем Но просто для того Чтобы как бы Помочь людям Молиться в Йом-Кипур Я хочу сказать Что молитва Минха Которой мы молимся Я хочу сегодня урок Без каких-то Хедушин сделать Просто немножечко Обычный порядок молитвы Может быть кому-то Это поможет Молиться в Йом-Кипур Молитва виды Это является Одной из основных Молитвов Йом-Кипура И в эту молитву Виды Входит Виды читается 10 раз Йом-Кипур И то что нас Сейчас волнует Это Эриф Йом-Кипур Молитва Минха Есть мнение Что в Минху В Эриф Йом-Кипур Это Основной виду Виды Даарайса Что именно в Минху В Эриф Йом-Кипур Поскольку мы знаем Что Чува Я понимаю Что я повторяюсь И говорю вещи Которые известны Но тем не менее Чтобы как-то Лисакемих Мне кажется Что это надо сделать Чува состоит Из трех основных вещей Чува состоит Из хроты Раскаяния Когда человек решает Что он больше Что он переживает По поводу того Что он сделал Нехорошие вещи Убивал Насиловал Грабил Еще что-то Он считает Что он это делал Неправильно Чува состоит Из второй части Когда он обещает Сам себе Всевышнему Каббала ласит Он принимает На будущее Что он больше Этого делать не будет И Чува состоит Из последней вещи Когда он говорит Ведуй Когда он произносит Это устами Я понимаю Что это известно Но тем не менее Когда я произношу Это устами Я должен говорить Это шепотом Чтобы слышал только я Никто другой Не должен слышать Потому что тем самым Когда я говорю вслух Про какие-то Аверот То тем самым Изавейра Которая сделана Была бы Цена Скромным способом Я превращаю Ее вавейру Бефаргесия Вавейру Про которую знают Все это Становится Хилу Гошем Воскресении Имени Всевышнего Кему ван Этого нельзя делать Поэтому надо Аккуратненько Сказать виду Про себя Но тем не менее Виду должен быть Сказан Произнесен словами И вот виду Есть мнение Так учат Некоторые охронии Врамбами Что основной виду Которой мы говорим Это виду Эрефьем Кипра То есть виду В Минху Поэтому виду Мы говорим В Минху До Сауды До трапезы Есть Саудам Афсекет Это одна из самых важных Вещей накануне Емкипра Трапеза Которая делается Перед Емкипром Она делается Не только потому Что нам надо Хорошо пожрать Перекусить Я извиняюсь Перед Емкипром Чтобы не так чувствовать Пост нет Она делается еще По одной причине Это симан Знак того Что мы радуемся Празднуем Веселимся Делаем праздничную Трапезу В Эрефьем Кипра Показывая Что мы Уверены В том Что Акодыш Барагу Простит нас И что В Эмкипре Наше шоу Будет принято Человек Который ест Трапезу Эту В Эрефьем Кипра Ему засчитывается Как будто бы Он постился И таким образом Эмкипр засчитывается Как за два поста Вместо одного Поскольку мы боимся Такой Очень маленький Хшаш Но существующий Хшаш Что человек Поперхнется Во время этой трапезы Я представляю Как нужно кушать И вот Поскольку человек Собственно Саудат Ниццу Почему не покушать Поскольку мы боимся Что человек Поперхнется Во время этой трапезы И не сможет Сказать Видуй То поэтому мы Молимся Минху Заранее Обычно это Минха Гдойла Или Минха Там в два часа В три часа есть То есть За часа полтора До Больше Зажжения свечей Для того Чтобы у нас было Время сказать Видуй до трапезы И после этого Повторяем Видуй варив Видуй после трапезы И тот и другой Видуй является Очень важным Есть мнение Что виду Очень важен Самый важный Видуй Мидарайса Это именно Минха Эльфьем Кипур После того Как мы это сделали Помолились Видуй и так далее На видуй Я останавливаться Не буду Потому что Мне кажется Что останавливался На нем В прошлом году Поэтому можно прослушать После того Как мы Сказали Видуй После этого Делается Саудам Авсекет Трапеза Которая является Прерывающей Между Эльфьем Кипурами На самом деле После Саудам Авсекет Можно кушать Надо просто Лить кавен Что я С окончанием Трапезы Не принимаю На себя Эльфьем Кипур Поэтому Обычно Трапеза Делается Не перед Самым Не перед Самой Шки Может за Некоторое время После этого Человек может Пить Кушать Делать то Что ему нужно Поесть виноград Я не знаю Что легкое Еще после трапезы Во время трапезы Надо стараться Есть такие Виды пищи Которые Не мешают Паститься Не есть Чересчур соленая Чересчур Острая И так далее Пережаренная Ну и так далее И так далее Пить Какие-то напитки Которые более или менее Легкие Многие говорят Что виноградный сок Очень помогает Что он лучше Остается в организме Я не знаю Секундочку Нет Разделяющая Разделяющая Трапеза Должна быть Сделана После Да Разделяющая Трапеза Лакатхила Изначально Должна быть Сделана После Минхи Я понимаю Что Поскольку Мы Не знаю С кем Я разговариваю Точно Мне был задан Вопрос Разделяющая Праздничная Трапеза В канун Кипра Обязана быть Одной и той же Трапезой Или нет И важно Сделать Праздничную Трапезу После Минхи Так вот Да Так вот Следующий вопрос Я зачитывать Не буду Так вот Когда Мы говорим О трапезе Праздничной Трапезе В Элифин Кипр Принято Сделать Две Суды Одну Утром И другую После Минхи Но Я хочу После Минхи Она является И праздничной Разделяющей Но Я хочу Обратить Внимание На такую Вещь Когда Я говорю Все что Я говорю Я говорю Про Лакатхила Изначально Например У меня В синагоге Есть Минимум Три Минхи Которые Есть В Элифин Кипр В Хацот В полдень Потом В два И потом В три Часа Поэтому Мне очень Легко Говорить И легко Сделать Страпезу После Минхи Потому что Я могу Выбрать Себе Удобную Минху И после Этого Сделать Я представляю Себя Человека Который Живет Где-то В Москве Допустим Где Безусловно Есть Миньян И безусловно Есть Минха В один Конец Съездить Синагогу На Миньян У него Займет Полтора Часа Поэтому Я сомневаюсь Что он Технически В состоянии Вере В Емки Съездить На Минху Вернуться После этого Сделать Трапезу И приехать В Емки Для того Чтобы молиться Марих Уже Коль Нидр И Марих И так далее В таком случае Безусловно Поскольку Он подъедет На Минь Кипр Один раз А потом Попрется Домой Пешком Через Пол Москвы То Безусловно В этой ситуации Он может Сделать Разделяющие Трапезу До Минхи И Понятно Потому что Лучше молиться Минху Тем не менее В Миньяннице Чем Помолиться Минху Дома И сделать Трапезу После Минхи То есть Есть Какой-то Опять же Седра Дифриот Есть Какая-то Более или Менее Важная Веча Есть ситуации Когда человек Просто технически Не может Поехать На Минху На Миньян В таком случае Лучше Помолиться Минху Баехидус Без Миньяна И после этого Сделать Трапезу Все надо Каким-то Образом Взвешивать Что более или Менее Реально Мне до Синагоги Примерно Две минуты Ходьбы Систематически В некоторых местах Я себе представляю Что не каждый день Есть Миньяна И нету много Минх В Арифьюм Кипр Такое тоже бывает Соответственно Надо подумать Как лучше сделать В этой ситуации На Судам Афсекет Едят То что Я сказал Ту пищу Которая наиболее Легкая и приятная Не обязательно Есть вареную свеклу И побольше Да Спасибо за мазальту Так вот После этого Когда мы кончаем Судам Афсекет Мы можем Лейт Кавен Мы можем иметь ввиду Что мы продолжаем делать Что мы продолжаем кушать И не кончаем с этим Еще не начинается пост Но В Йом Кипр Единственный Макор Единственный источник Понятия Это Сефит Шаббат Это Сефит Йом Кипур Добавление к шаббату Йом Кипр Это именно Йом Кипр В Йом Кипр Сказано Пост 9 Называется 9-го Тишлия пост И называется 10-го Тишлия пост Гемора Учит отсюда Что пост Должен начаться 9-го А не 10-го То есть Тосефит Йом Кипур Добавка к Йом Кипру От 9-го Тишлия Это добавка Это митсву и стора Поэтому мы должны Начать Йом Кипур До шки За некоторое время Чтобы выполнить Митсву Да Райса Митсву и стора Тосефит Йом Кипур Поэтому Нужно Закончить Сауду Водай до шки И безусловно До шки Начать поститься Человек Который идет в синагогу И считает Тфила Зака Опять же В том месте Где Миньяны Распределены По времени Правильно То до Квальнидры Читается Тфила Которая называется Тфила Зака И этот Тфила Она занимает Какое-то время Поэтому человек Который приходит С тем Чтобы до шки Закончить Тфила Зака И начать Квальнидры То он автоматически Начинает Йом Кипр Раньше шки И выполняет Митсву Тосефит Йом Кипр Но тем не менее Человек Который этого Не делает Тоже должен знать Что существует Понятие Митсву Тосефит Йом Кипр Это Митсва Да Райс Тфила Зака Это тоже Тфила Которая приведена Во всех Макзори Тфила Довольно важная И Это Тфила Тоже есть мнение Что Тфила Это и есть Основной вид Йом Кипра Потому что В Минху Перед Саудой Тот вид Который мы говорили Мы говорили Как бы на всякий случай Что значит На всякий случай На случай Если мы поперкнемся И после Минки Не сможем говорить Видой Поэтому если после Минки У нас все оказалось Не после Минки После Сауды Все оказалось хорошо И мы в состоянии Сказать Виду Это этот виду Это Тфила Зака Поэтому Тфила Заку Надо прийти Своевременно Для того чтобы успеть Пройти И прочитать Она достаточно большая И длинная Надо посмотреть заранее По Макзору Это не так много Но тем не менее Какое-то Еще один Минхак У нас этот Минхак Принят и в Шаббат тоже Я не буду многих И душим говорить На этом уроке Я еще раз говорю Я хочу просто Прошвырнуться по молитвам Еще один хедуш Который у нас существует Который мы делаем Обычно В Шаббат Каждый раз Мы благословляем детей Уходя в синагогу Или приходя из синагоги Это обыча Очень хорошее И правильное Но Маккор этого обыча И источник этого обыча Это опять же Эрифьем Кипа Перед уходом в синагогу Папы благословляют детей Той же формулой Которая благословляется В Шаббат Кейфраем и Минаше Или Кесар и Рифка Рахель Велэ И Берхатка Ваниме Вареха Хашем Ваишмиреха И это Грок который нужно делать Эрифьем Кипар То есть Твалитова Мария в Юмкипоре Мы молимся В Талит Гадоли Те кто женатые Они надевают Талит Гадоль заранее С брахой И после этого Молятся Всю молитву в Талите Вообще Весь Юмкипор Обычный человек Находится в Талите Теперь Еще может быть Маленькую деталь Обычно в пост Дети не постятся В Юмкипор тоже Дети свободны от постов До 9 лет В Мишне написано Что детям нельзя поститься После 9 лет Мы приучаем детей Поститься Лэшаот Несколько часов Что значит Несколько часов В зависимости от ребенка От его желания И так далее Но до 9 лет Мы им мешаем Мы им не разрешаем Это делать Обычно это и не требуется Они не очень рвутся Но если они рвутся То тем не менее Стараются сделать так Чтобы сказать Что ты попостишься ночью Еще что-то Чтобы не давать им поститься Они все равно Поститься По-настоящему Не могут Общий клаль Общее правило Что принято Чтобы ребенок До Бармицева Примерно за год Начинал поститься И постился В Израиле Принято 3 поста Я не знаю Откуда такая идея Взялась 3 поста До Бармицева Ребенок должен поститься И старается Так принято делать Но это безусловно Необязательная вещь Если мы видим Что ребенку тяжело То он не должен поститься Ни в какой пост И в Йом-Кипр тоже Все остальные Несмотря на то Что больные Кормящие Беременные И так далее Которым тяжело поститься Скажем Вот в этот пост И далее не постились И не должны были Во всяком случае Поститься В Йом-Кипр Постятся все И больные И беременные И кормящие И так далее И так далее В случае Если возникает вопрос С угрозой для жизни То в этом случае Пост отменяется В этом случае Надо консультироваться С раввинами С врачом Чтобы знать Что составляет Угроза Что нет Пико Ахнефиш Дахе Йом-Кипр Не мотировал А только Дахе Только отодвигает Поэтому могут быть Различные варианты Могут быть варианты Что можно кушать чуть-чуть Могут быть варианты Что можно кушать Поход Микешур Миншимшур А могут быть варианты Что нужно кушать нормально И так далее Естественно Такие вопросы На уроке Мы обсуждать не будем Но не забудьте Что этот вопрос Который может быть задан И так далее Молитва Йом-Кипур Мы будем смотреть По Магзеру Я сейчас хочу остановиться Поскольку у меня Уже время ограничено На Шманаэсра Йом-Кипара Шманаэсра Йом-Кипара В Мариф В Минху И в Шахрис Одинаковая В Муссов Есть обычные добавки Которые связаны С жертвами Скорбанут Йом-Кипра Значит Когда мы молимся Я не буду останавливаться На вставках Захрена Лыхаем Или Мика Моха И так далее Те вставки Которые говорятся В первых трех брахот Когда мы доходим До браки Атака Дош Ушим Хакадош Третья браха Шманаэсра То на ней мы остановимся Атака Дош Ушим Хакадош Угдойшем Бахульем Игаллу Хасела Это стандартное начало Третьей брахи Шманаэсра В 10 дней чума Мы ее заканчиваем Боруха Таашем Гамэла Гакадош Если мы не сказали Гамэлах То надо вернуться В Йом Кипр И в Рожжашона У нас есть Одинаковые кусочки Когда до Боруха Таашем Гамэла Гакадош Мы вставляем Некоторые другие вещи Сейчас Ими вот и займемся Говорит Макзор Вэхэн тэн пахдэхах Ашемэлэкэйну Алькольма асэх И так шедай Твой страх Всевышний Бог наш На все Деяния Твои Вэйм асэха Алькольм шабарата И страх На все Что ты создал Вэйруха Коля Маасим И будут бояться Тебя все Твои Творения Маасим Действия Вэйштахаву Лифанэйха Коля Бруим И поклоняться Перед Тобой Все создания Вэйасу Кулам Агуда Ихат И сделаем Они все вместе Одну Агуду Одну Связку Лаас А в Сидуре Есть Макзор Агро Молитвенник На Рожешону Им Кипр Мильницкого Гавана А есть Сидур Агро В Сидуре Его комментарии Мне больше нравятся Более интересные В Сидуре Агро Агро В комментарии Которые называются Сиехицко Приводят Такой Пример Такой Машаль Чтобы объяснить Эту ситуацию Кентен Пахдеха И так же Дай Страх твой Всевышний Бог наш На все Что ты создал И так далее Он приводит Ситуацию Мы знаем Что когда В Магилат Эстер В книге Эстер Говорится О Мелах То имеется Ввиду Мелах Малхея Млахима Кодыш Барху Царь Царей Всевышний Сказал Раби Йохан Что в Магилат Эстер Ни разу не употреблено Имя Всевышнего Но каждый раз Когда употребляется Слово О Мелах Просто То имеется ввиду Всевышний Когда употребляется Слово Мелах О Хашвирош Царь О Хашвирош То имеется ввиду О Хашвирош Или Ецаргара Так вот Когда Эстер После трехдневного Поста Шла К О Хашвирошу Для того Чтобы опросить За народ Израиля То там Сказана В Магилат Эстер Такая фраза И наденет Надела Эстер Малхут Что такое Надела Эстер Малхут Обычное Объяснение Перевод Что Эстер Надела Царские одежды Для того Чтобы пойти К О Хашвирош И просить Оставить народ В живых Есть объяснение Что Эстер Надела Малхут Кавана Имеется ввиду Что Эстер Надела Руога Кодыш Ловша Руога Кодыш Что это такое Трудно объяснить И вот Когда она шла К О Хашвирошу То сказано Что она Испугалась Харада На нее напала Харада Дикий страх Как я войду К царю Что не по закону Сказано Его Как я войду К царю Царь Царей Всевышний Говорит Если Эстера Малка После трехдневного Поста Цадики Сгмура Полная Праведница Со всеми Иссуриим Со всем циткусом Которое у нее было Которое было одета В Руога Кодыш Пророчеств Кедар Она шла К царю К всевышнему С молитвой И она испугалась Как я могу Обратиться К царю С молитвой А Шарлок Кедар Я этого не заслуживаю На нее Напал Пахот То есть Мы подумаем Что мы сейчас Обращаемся К царю Руога Кодыш У нас нету А вырод Наши В общем Мы не до конца Как бы их искупили Мецуот У нас тоже Значительно меньше Мы не идем Сейчас просить Завесим Исраэль Мы просим Чтобы нас оставили В живых Чтобы Акодыш Борога Хорошо нас записал И запечатал В книгу Жизнь Как я могу Войти к царю А Шарлок Кедар Как я могу Войти к царю Как Когда человек Начнет об этом думать То он наполнится Пахотом Он наполнится Страхом Перед Всевышним Сейчас у Герой Жашонов Всевышний Решал Будет человек Записан в книгу Жизни Или в книгу Смерти До Иомкипора Была возможность Эту вещь Как-то исправить Вот сейчас Я нахожусь Последние минуты Секунды Часы Не имеет значения Того времени Когда можно сменить Весь приговор Который дается На всю жизнь Если жизнь останется Если нет То уже ненадолго Во всяком случае Сейчас мне должен Будет вынесен Пригамора Я обращаюсь Ко Всевышнему К молитвой У нормального Человека Пахот должен Пронизать его Всего Полностью К сожалению У нас Получается Ситуация Когда я молюсь Читаю молитву И все в порядке Никаких проблем В отличие от Эстермина Нету Я не волнуюсь Ни руха Кодыши Нету Ну и проблем Тоже нету Так вот Мы просим Обращаемся К Творцу Тен пахдеха Дай нам Возможность Испугаться С одной стороны Мы говорим Я уже об этом говорил На этих уроках Что Все в руках Неба Кроме боязни Неба Но с другой стороны Даже такая вещь Как пахот Перед Всевышним Как понимание Того что такое Творец И страх перед ним Мы обращаемся Ко Всевышнему С просьбой Сютедешмая Чтобы он нам дал И с этого Начинается Собственная молитва Им Кипра До сих пор Первые три брахи Которые мы говорили Это брахот Стандартный Который есть Каждый день Шаманес Сегодня Им Кипра Рожешона Начинается Одинаковая молитва Дай нам Испугаться Дай нам Бояться Не только нам И что произойдет Когда у нас Будет вот этот Страх перед Всевышним Я уже говорил Неоднократно Что страх Ира Ира Происходит Слово Ра Лирот Видеть И тогда Говорит Что такое Страх перед Всевышним Это умение Видеть Творца Воспринимать Понимать Что происходит В мире И тогда Говорит Макзор И мы С вами Произносим Это Вем Кипр И увидят Все Твои Деяния Все Что Создано В мире Увидеть Себя Творец И поклониться Перед тобой Все Сознанное Тобой И после Этого После того Как это Произойдет После этого Произойдет Новый Шлав Ам Исраэль Его сила В том Что он Собирается Вместе Когда мы Молимся Мы стараемся Молиться В Миньяне Мы стараемся Говорить Бакашот Просьбы И так далее Которые Касаются Всех Нас Балашон Рабим Потому что Во множественном Числе Потому что Тогда у нас Есть надежда Что Схуд Общая Награда Общие Заслуги Всех Всего Амисраиля Могут Каким-то Образом Сыграть На руку Каждому В единственном Числе Но Понятно Что Здесь Есть Одна Большая Проблема Потому что Я хочу Одного Он хочет Другого А она Третьего И в этой ситуации Бакашот У нас Тоже У каждого Разный И даже Когда мы Говорим Во множественном Числе То тем Не менее Каждый Просят Немножечко По-разному Как в Известном Анекдоте Когда Человеку Было Обещано За какую-то Митцу Которую Он Сделал Что Всевышний Сделает Любое Его Желание Но При Условии Что Его Сосед Получит То же Самое Но В Твого Раза По-другому Она Понятна И Сделать Агуда Ихат Сделать Одну Связку Для того Чтобы Мы Все Служили Акодыш Брух Очень Трудно Потому Что У каждого Свои Желания Но После Того Как Будет Пах От Гошема Страх Перед Всевышним На всех После Того Как Все Увидят Руку Творца Увидят Действия Творца После Этого Мы Можем Обратиться Со Всевышнему Ко Всевышнему С просьбой После Того Как Ты Дашь Тебя Увидеть Увидеть Свою Гангагу То Как Ты Управляешь Миром После Этого Я Су Кулам Агуда Ихат После Этого Все Станут Одной Связкой Сделают Единую Связку Для того Чтобы Сделать Твой Рацион Твое Желание Баляв Шалом С С С С Сердцем К Принадлежит Тебе У тебя Сила У тебя Управление И так далее И Твое Имя Ты На Все Что Ты Создал То есть Единственная Возможность Сделать Агуда Ихат И объединиться У нас Это Когда У нас У всех Желания Совпадают Мы хотим Сделать Что-то Одно Наши Желания Могут Совпасть Только В одном Сделать Желание Творца В тот момент Когда Мы Подчиняем Себя Бежим Вперед И скажем Что это Одна Из Авойдов Одна Из Служб Одна Из Вещей Которые Мы Делаем В Сукот В Сукот Мы берем Арба Минем И благословляем Четыре Мина Четыре Вида Растений Это Этрок Лулав Адас И Арава Когда Мы Благословляем Мы Соединяем Лулав Адас И Арава Вместе Связываем Присоединяем К ним Этрок Берем И Вместе И Тогда Они Становятся Одной Агудой Одной Связкой И Тогда Мы И Вместе Благословляем Сказано О том Что Этрок Это Плод В котором Есть И Вкус И Запах Это Цадиким Талмидей Хахомим И так далее Олицетворяет Этрок Тех Из народа Израиля Которые Находятся На уровне Талмидей Хахомим И Цадиким Лулав Это Тот Хадас Это Тот В котором Есть Вкус Нет Запах Но Нет Вкуса Лулав Он Высокий Красивый Рова Это Вообще Ничего Пустое И Вот Эти Четыре Группы Евреев Когда Они Вместе Соединяются Для того Чтобы Сделать Митсу Только Тогда Можно Сделать Им Митсу Армамини Митсу Благословления Лулава Также Здесь В тот Момент Когда Мы Соединяемся Ради Митсу Мы Говорим Весу Кулам Агудайкад Весен Исраэль Объединяется Чтобы Сделать Рацион Гошем Это Первая Наша Просьба Йомкипора Ирожишаны После того Как это Произошло После того Как Пахот Наполнил Весь мир Все творения И так далее И так далее После этого Мы Говорим Второй Абзац И теперь Дай Всевышний Кавод Почитание Не знаю Как Кавод Перевести Лучше Чем Почитание Уважение Твоему Народу Израилю Славу Тем Кто Тебя Боится И надежды Хорошие Тем Кто Дареш Тебя Кто Тебя Ищет И раскрытие Уст Возможность Говорить Тем Кто Тебе Служил Все это Время Когда Ты Всевышний Проявишься Во всем мире После После этого Мы просим Всевышнего О новой Вещи О том Чтобы Всевышний Раскрыл Кавод Уважения К народу Израиля Народ Израиля Который Сегодня Находится В состоянии Безуя Безайона Пренебрежения Мягко Говоря Преследования И так Далее В тот Момент Когда Всевышний Будет Раскрыт Во всем Мире В этот Момент Только После Этого Амисроэль Может Получить Кого-то Уважение И так Далее Потому Что Станет Понятно Кому И с чем Он занимался Все эти Шесть Тысяч Лет Ну И шесть Тысяч Чуть Меньше До этого Не было Вообще Амисроэль Но Начиная Грубо с Четыре Тысяч Лет Грубо С Двухтысячного Года Когда Авраам Открыл Всевышнего И до Семитысячного Года После Того Как Всевышний Ты раскроешь Себя Всем творением И все творения Сделает Агуда И Хат Для того Чтобы Делать Твою Волю Твой Рацион После Этого Мы просим Всевышнего Чтобы Амисроэль Получил Ковод Чтобы Амисроэль Был Раскрыт Чтобы Была Раскрыта Функция Амисроэля Симха Лаарцеха Радость Твоей земли Высосан Лаиреха Сосан Это больше Чем Симха Это более Высокий Уровень Симхи Имеется ввиду Раскрытие К душе Элисос Ройль И раскрытие К душе Святости Ирушалаем Храма Намек Просто Упоминание О Машиехе О том Что Вырастет Рог Для Давида Амисроэль То есть Сияние Машиеха И Зажигание Свечи Для Бенешая Для Машиеха Бемирабьемейна В скорости В наши дни То есть Первый этап Это раскрытие Страха Перед Всевышним На все Что он создал Второе Это раскрытие Понимания И кого До уважения К понятию Исраэль И третье Это Машиех Который Именно Этими Займется Этими Займем После этого В Эхэнд Садиким После того Как будет Все это раскрытие Это все Наша молитва Наша просьба Йом Кипр И Рожашона В Йом Кипр У нас есть Личные просьбы У Рожашона Альпизогр Мы не имеем права Вообще просить Ни одной Личной просьбы Эта часть Молитвы Йом Кипра И Рожашона Совпадает Но несмотря на то Что у Йом Кипра Мы можем просить Личные просьбы У Рожашона Равстроль Салантер Другие А вот Мусар Современный И Хасид Современный Пишут Что поскольку Мы так Низко находимся Что мы не можем Просить только У Шехини Только о божественном присутствии Поэтому нам разрешили Обращаться С личными просьбами Но тем не менее Икар И Рожашона Йом Кипра Это раскрытие Всевышнего Как Мелоха И Рожашона Йом Кипр Малхуд Шамаем Это Икар Это суть На самом деле Это суть каждого дня Но здесь Она наиболее явно Проявлена Несмотря на то Что в Йом Кипр Мы возвращаемся к Чуве И просим Всевышнего Нас простить И просим о том Чтобы Хакодыш Баруку Записал нас хорошо И так далее И так далее Но тем не менее Икар этих дней Это Малхуд Шамаем Раскрытие Царства Всевышнего Я хотел просто Обязательно отметить И вот После этого Мы говорим После того Как все Что мы говорили Произойдет В Эхэн Цадиким Ярова и Смеху После этого Цадиким Праведники Увидят все это В Исмеху И обрадуются В Эйшорим Эйшорим Это выше чем Цадиким Которые раньше Были как бы Довольны жизнью Ялзу Они Достигнут Очень высокого Системы радости А Хасидим Это которые Бырины Игил Они просто Дойдут До очень Очень высокого Симхи И так далее Потому что Кто такие Цадиким Цадиким В данной Терминологии Цадик Это человек Которого Постоянно Есть Его конфликт Между ними Яцаргарой Яцаргара Постоянно Пытается Его сбить И направить В сторону Ситрохры В обратную Сторону Сделать Верон И он Каждый раз С трудом Преодолевает Эту свою Яцаргару Хасид Это человек Который Вышел на Более высокий Уровень У него Все это было Он перешел Эту ступень И он победил Яцаргару Настолько Что она уже Не высказывается В слух И не просит Его что-либо Сделать Он уже Находится На более высоком Уровне Поэтому В тот момент Когда Цадик Застанет Время Когда Яцаргара Будет побеждена И он увидит Раскрытие Всевышнего Веруха Коль И будут бояться Тебя Коль Абруим Все создания То у Цадика Яцаргара Отступит Все Она не будет Существовать Для него И тогда Его Вся жизнь Его работа Всей жизни Она наконец Придет к нужному Результату Поэтому он Будет радоваться Но Хасид Который уже Победил Суэцаргару Еще в наше время Она как бы Существует Но не дает О себе Дает о себе Знать Но не так сильно В этот момент Он достигнет Еще более Высокой ступени Берина Игил Он Даже Я не знаю точно Что имеется ввиду Где он Будет от радости И все зло Оно Сдвинет Свои уста После этого Яцаргара Не будет иметь Возможности Обвинять И все Замолчит И все зло Которое существует Она Ко Как дым Она Тихале Она Исчезнет Закончится Потому что Ты Всевышний Уберешь Власть Задона Задон От слова Мезет От слова Специальный Аверот Мингаар Из земли То есть После всего Что мы говорили До сих пор Раскрытие Всевышнего Страх перед Всевышнего Квод Который получит Там Исраэль И так далее После этого Цадиким И Хасидим Достигнут Очень высокой ступеньки А Задон Яцаргора Она будет Уничтожена На земле И что Произойдет Тогда Вот тогда Произойдет То К чему Мы должны Стремиться Это Как бы Мир Придет К тому Результату Ради которого Он был Создан И будешь Царствовать Ты Всевышний В единственном Числе Только ты Без Иргувия Царгора Понятно Что и сейчас Я уже говорил Это надо Подчеркнуть Всевышний Был царем До того Как мир Был создан Будет царем Когда мир Не будет Существовать Будет Седьмое Восьмое Тысячелетие И так далее Но тем не менее В этот момент Проявится Малхуд Всевышнего Полностью Только Всевышний Без Ге Цархары То есть В этот момент Проявится Малхуд Шамай И это Фактически Тахлис Это фактически Цель Всего Творения Мира И это То что Митхадеш В Рожашон И в Емкипор Это то что Хедуш Который Должен Произойти Новая Вечь Которая Должна Произойти В Емкипор И в Рожашон Поэтому Мы молимся Всевышнему О том Чтобы это Раскрытие Было Полным После этого Идут еще Какие-то Кусочки Но Главная Часть Закончилась Благословен Ты Всевышний Мелых Который 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 Отделен От всего То есть Раскрытие Малхуса Это Икр Тфилы Рожашона И Емкипора Поэтому Я хотел На этом Остановиться У меня К сожалению На больше Времени Нет Меня задали вопрос Сила молитвы Алэйна Я уже не успеваю Сказать Одно слово Сила Алэйна В том Что там Сказано О том Что исчезнет Любая Авоя Дезойра Теперь То что еще Нужно сказать Что Во время Емкипора Мы говорим Шма Исраэль Как обычно В слух И Борух Шимкот Тоже в слух Об этом И говорил В прошлый раз Перед прошлым Емкипором Уже не буду Сейчас останавливаться Но Борух Шимкот Говорим В слух И Емкипор Кончается Тем Что мы говорим Шма Исраэль Борух Шимкот Слух И Хашем Гуэлаким Всевышний Он Бог Элаким Это проявление Творца Которое проявляется Во всех Спектрах А Хашем Это имя Творца Которое означает Его Внутреннее влияние Мы говорим Что Всевышний Он проявляется Абсолютно Всюду И это Икор Емкипора Увидеть проявление Творца Абсолютно Всюду И тогда Ракодыш Баргу Прощает нам Все наши Аванот И на этом Мы заканчиваем Поскольку Кончилось Время